значит еще раз здравствуйте мы начинаем прямой эфир и сегодня у нас гостях врач из казахстана молодой врач кандидат медицинских наук акушер гинеколог то есть мой коллега агерим сагенова и мы будем говорить на тему прогестерона то есть когда значит мы используем прогестерон особенно в акушерстве а когда нет гостях здравствуйте здравствуйте доктор хочу выровнять чтобы было видно лица наши вот очень рада вас приветствовать себя в гостях вот мне даже не верится тем более что тема ну такая знаете актуальная и не просто ну сложная потому что скажем если сравнивать подход зарубежных врачей к назначению прогестерона он кардинально отличается от такого подхода в стране да и не не 2013 году я написала книгу именно для врачей это просто немножко расскажу потом мы поговорим с вами потому что все равно мы как бы коллеги и мы эту тему оба оба хорошо знаем так вот 2013 году я закончила значит очень быстро написала книгу которая называлась гормонотерапия в акушерстве гинекологии и иллюзия реальности я старалась написать это для моих коллег врачей то есть все аспекты применения прогестерона и когда мне начинают говорить о я знаю как вы относитесь к прогестерону вы не знаете как я отношусь отношусь к лекарству к гормону я считаю что это супер супер гормон для меня как матрица фильм матрица знаете вот матрица всех стероидных гормонов вот и поэтому я как бы уважаю этот гормон но потом я переделала книгу на доступный язык то есть там ну как бы изменила многие терминологии что было понятно людям без медицинского образования вы представляете что книгу побоялись опубликовать этому да побоялись опубликовать и причем что даже при том что доктор комаровского заинтересованы ее публикации даже ему отказали как бы публикации книги и тогда мы начали эту книгу распространять в электронном виде но время прошло как говорится много практически почти ничего не изменилось плане прогестерона но вот книга это все гормоны вот которая вышла буквально год назад это как раз была создана для женщин без медицинского образования и там есть целая часть применения прогестерона в лакушерстве о чем мы сегодня поговорим так девочки мои дорогие мне не пишите мне сообщение потому что меня пикает и отвлекает от моего прямого эфира так и значит сегодня как раз я рада что меня врач из казахстана молодой врач который не боится быть против системы это тоже не система это как бы злоупотребление это коммерция это много другое малограмотность вот я всегда поддерживаю врачей независимости от возраста которые стараются быть доказательными которые пользуются значит ну как бы доказательными вот этими данными доказательными медицины расскажите немножко пару словах о нашим значит и зрителям о себе и потом начнем говорить на тему прогестерона более детально здравствуйте еще раз приветствую всех меня зовут айгерим сакеновна я акушер гинеколог в том числе и детский гинеколог параллельно с практической деятельностью непрерывной занимаюсь и научной деятельностью также являюсь автором статей и в ходе всего этого процесса естественно в акушерстве гинекологии есть такое понятие как пики всегда хочется изучать то что актуально то что волнует и за последние годы работы работой и в экстренной службе я заметила такую высокую тенденцию назначения прогестерона когда я первый раз об этом задумалась я начала искать может быть действительно это обоснованно назначать в таблетках свечах и туда и туда делать это народом даже еще будучи студенткой когда у меня были имплантационные кровотечения мне прям рекомендовали обязательно пить прогестерон иначе у меня случится выкидыш но обладая какими-то знаниями ты понимаешь критические мысли понимаешь что если сохранять беременность таким способом о чем говорит современная литература это практически невозможно я не искать информацию и нашла информацию о вас мне очень импонирует то что вы пишете мне очень нравятся ваши статьи касательно именно прогестерона в частности потому что я считаю это таким бичем общества я считаю это серьезной проблемой когда я начала находить серьезные исследования о последствиях синтетического прогестерона это был какой-то шок когда современная медицина пишет что не нужно этого делать повсеместно но постсоветское пространство продолжает но тут еще нужно ответить отметить важный факт конечно что и сами женщины настаивают на назначениях прогестерона абсолютно не принимая информацию что невозможно иногда сохранить беременность также игнорируя международные рекомендации как бы мы не объясняли поэтому мне очень хотелось сделать с вами прямой эфир чтобы такой авторитетный врач такой авторитетный исследователь мире науки рассказал на насколько это правильно что делают зарубежные врачи правильно ли делаем мы вы ознакомились с нашими протоколами я вам отправила да да и сам сам интересное что во многих протоколах российских украинских я украине сейчас уже нет как бы таких общих протоколов можно портиться другими но несмотря на то что есть много протоколов а все равно там нет понятия как обязательно назначать то есть слово рекомендуется не означает обязательно и мы исходим из ситуации чтобы назначать или не назначать вот и поэтому нужно понимать даже приказы мост это не означает обязалка просто как бы подсказка чем должен пользоваться врач но почему давайте говорю почему вдруг а вы правильно сказали что сами женщины просят и все а вот собственно говоря не прогестероновая нация началась вот это книга и все прочие мы объемные публикации про гастроновая нация потому что если сравнить женщин скажем запада вообще даже те наши женщины которые уезжают страны честно говоря они в шоке я помню я по коридору значит в больнице меня узнал одна женщина она из молдавии и подходит здравствуйте вы знаете я такая недовольная у меня просто какой-то ну вообще он ничего мне плохого не говорит он стационар меня не не ложит вообще ну как можно быть таким врачом я начала спрашивать о чем дело ну то есть показываю нормальная беременность ранние сроки я говорю у вас все нормально нет он скрывает это он не хочет не назначать у меня же была угроза с первого я пролежала по операции мне все время плохо 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 тут я приехала ношу операцию все хорошо такого и мне честно говоря трудно было объяснить что это нужно иметь металлитет и прислушаться к другим то есть когда люди приезжают за границу и другим врачи говорят что мы не назначаем этого для многих это шок и это плохая медицина они варвары они спасают наши беременности они вообще не беспокоятся наших будущих будет и вот мы должны что-то предпринять и меня всегда удивляет есть люди которые вот с америки ездят россии украину обследоваться потому что там же никто ничего не говорит все все здоровые ну им нужно найти проблему там плохо понимаете и вот это как раз менталитет это тропа давайте отключим комментарии потому что вы очень сильно зависаете а я не знаю как отключить комментарии честно говоря пожалуйста не хрустите пожалуйста потому что очень сильно зависает эфир а я не могу сейчас отключить комментарии поэтому давайте мы договоримся что на вопросы мы ответим потом то есть кто подключается мы сейчас не отвечаем на вопросы мы отключили кожа мы стараемся ну объяснить женщинам а когда мы будем назначать прогестерон когда они назначают без ограничения так вот сказать о прогестероне собственно говоря прогестеронная нация это то о чем мы говорили что к сожалению многие верят в золотую пилюру без которой невозможно значит заберемья дашь но мы должны сказать честно давайте будем честны что эти компании когда вырабатывает прогестерон особенно магнаты вот эти компании они платят вознаграждение врача у них есть и врачи которые на них работают и одна из таких компаний пробовала меня так сказать нанять себе на работу за очень крупный вознаграждение очень крупный но только чтобы я беру на всего два раза лекции среди врачей о пользе прогестерона и аптеки они тоже платят вознаграждение я специально делала опрос среди врачей как фиксируется откуда идут клиенты ну что то я пошла там в аптеку там бумажку мне дали все есть специальные знаки есть специальные такие ну скажем распознавательные элементы на бумажке на противне я решила это должно быть по рецепту сказать но я не думала даже бумажка что такое врача а есть специальные массы всяких знаков которые позволяют определить с какого учреждения какого врача пришел в пациент и в дальнейшем этим так сказать учреждениям или врачам оплатится вознаграждение и врачи об этом говорить открыто не хотят потому что это чистый феорист куда же там да кто скажет что я но анонимно когда мы обсуждали эту тему они не любили массу тем различных а значит отслеживание от кого приходят и кто кому платит то есть это в нескольких словах теперь мы перейдем как бы главной теме собственно говоря теме профессора когда мы назначаем когда мы назначаем если брать если брать гинекологию значит гинекологии там свои показания и большинство женщин не знает что прогестерон синтетический он ходит все без исключения гормональной контрактивы и на прогестерон он действие подавления в ряд основанной контрактивы то есть даже если смотреть историю я копала глубоко даже есть целое видео на целый час и статья огромная но вошла книгу тоже частично как произошли гормональные контрактивы вообще как называлась гормонотерапия начиная с прошлого века когда были открыты первые гормоны и собственно говоря на синтетическом прогестероной основа из первые контрактивы еще прошлого и в дальнейшем добавили строген значит получили комбинированные два лучшего просто и и поэтому когда я спрашиваю знаете врачи что такое прогестеронное действие и собственно чем она основана прогестеронное действие и как раз прогестеронное действие одно из действий это будет не только это медменение эндометрия например на спиторный и так дальше но прогестеронное действие это подавление абуляций тоже вот и к сожалению многие не понимают что ну как бы прием прогестерона для того чтобы нарастить эндометик или забеременеть чтобы вызвал амуляции это абсолютно противоположное время да и в частности я уверена что вы мне подтвердили что очень многие назначают протестерон во второе половине цикла или даже вообще я не хочу наш разговор делать такой как бы соло мне бы хотелось чтобы тоже немножко объясняли наш вы очень сильно елена петровна вы очень сильно зависаете потому что то что вы говорите ко мне немножко за опозданием приходит по поводу того что вы говорите я абсолютно с вами согласна потому что по поводу первой части очень много пациентов которые уезжают европу в америку мне пишут здесь не сохраняя беременность до 12 недель я кровлю скорая не приезжает почему так назначите мне что-нибудь сделайте что здесь абсолютно холодно относится к моему здоровью это к сожалению частая ситуация и когда ты пытаешься объяснить пациенту что такое может быть это международный протокол не обязательно принимать и и даже даже если это грубо звучит в какой-то мере так происходит отбор женщина обижаются женщины не всегда правильно реагируют у меня лично бывали ситуации когда я на не назначала прогестерон когда я не видела необходимости в нем когда были какие-то явный аборт в ходу был и требует назначения прогестерона и были случаи когда женщины жаловались что я некомпетентна что я не вовремя назначила и так далее хотя все обследования узи обследования подтверждали что нет смысла в прогестероне также просто дичайшие схемы прогестерона когда его назначают вагинально когда его назначают пероз иногда женщины принимают и пероз и вагинально и когда спрашивают почему они говорят врач сказал что так будет эффект лучше и когда ты говоришь не обязательно нужно отменить один из них даже есть учитывая если взять ситуацию что женщина с эко беременностью на крайне негативно реагирует на это всегда негативно реагирует потому что есть такое понятие которое уже в бита что прогестерон это гормон это гормон полезный это прекрасно есть понятие что это гормон беременности и якобы еще вам скажу как произошли вот эти так сказать абсолютно неправильное восприятие прогестерона у людей все практические исследования проводились на животных моделях и оказывается даже у животных некопитающих зависимость от прогестерона от того же желтого тела которые яичники там у коровы у овцы у других они разные это даже разные восприятия и от пользы у людей совершенно по-другому у людей от прогестерона яичников беременность зависит только до 4-5 недель и дальше плотное исток когда начало импортации хотя он вот этот тропов власть должен вырабатывать свой прогестерон и если он не вырабатывает это бракованное это бракованное плотное исток оно не может обеспечить себя гормонами и практически 7-8 недель плотное исток в желтое тело яичника удостает мы имеем вот этот лютый плацентарный зверь когда прогестерон желтого тела уже перестает играть роль и практически тут начинает брать на себя выработку прогестерона плотное исток откуда узнаешь что яичники у женщин вошли только за 8 недель в массу потому что было много исследований когда женщина по каким-то причинам удаляли яичники если удалять яичники особенно в том где есть желтое тело например сестатом образовать еще что-то если удалять яичники до 7-8 дней такая беременность в большинстве случаев прервется но если скажем удалить позже устранить травматический конечно фактор влияние то оказалось что у таких женщин на нашей спокойной древности так и поддерживается это нужно понимать кроме того да вот эти исследования которые я вот кстати мне очень трудно объяснять женщинам что протоколы все международные протоколы после ЭКО перешли на 15 дней поддержки с аспироном влагали что в основном или инъекции что перелосится хуже и практически все почти не используют табликированные формы то есть разные формы прогестерона но мы давайте мы об этом немножко чуть позже поговорим давайте мы возьмемся к планированию вашей беременности и фактически что назначают во второй половине вообще значит первый прогестерон не должен назначаться на весь кукол потому что он подавляет область то есть не может женщина его принимать если она планирует область второе тогда пугает измерение вот этого прогестеронга влазнический прогестерон причем его очень часто не определяют на седьмой день после овуляции то есть его должны определить после овуляции на седьмой день а не просто 21 день но даже он не имеет такого практического значения потому что уровни могут быть разные разные циклы и что такое прогестерон она недостаточно очень сложно очень сложно индивидуально у каждой женщины угадать у каждой женщины индивидуальный цикл и когда назначают сдать анализ на прогестерон после овуляции не всегда даже женщина может понять когда это и она просто идет на обувь сдает и говорит у меня низкий прогестерон да потому что все схемы третий и пятый день после месячных отец а прогестерон на 21 день но если цикл 35 дней то у нее на 21 день будет только овуляция потому что смешно искать прогестерон вот это пить прогестерон на день овуляции или перед овуляцией потому что это будет неправильно совершенно верно но что такое прогестерон недостаточно очень редко но собственно говоря циклы вот я всегда пытаюсь донести эту мастерскую почему возникает менструация что такое менструация это кровотечение отмена природных условий то есть все гормоны падают желтые тела не работают уже ушло астрогены не исчез а у нас идет кровотечение отмена натуральной менструации то же самое что когда принимают германамика да ничего страшного да значит мы говорили о том что литейные недостаточно литейные недостаточно критерии это короткие циклы меньше женщины циклы 30-35 дней тут не будет этой прогестероновой недостаточности как таковой особенно особенно при наулеторных циклах и одним из первых тоже критериев это наличие эвуляции потому что мы говорим о недостаточности желтого тела если у меня циклы анавуляторные не находят анавуляции у меня без конца назначают прогестерон потому что у меня недостаточность прогестерона это грубая ошибка это говорит о том что врач не разбирается в циклах ничего не понимает в этих циклах многие не знают что прогестерон синтетический второй половине повышает значительно пневматочную беременность и к сожалению почти до 10 процентов то есть если в норме 1-2 процента в средней популяции прогестерон 6-10 процентов может повышать и когда мне пишут женщины с наших стран постсоветских что они боятся у той внематочной той внематочной оказывается что просто если люди действительно женщины жуют много прогестерона они подвергают себя опасности внематочной беременности дорогие подписчики которые эфира пожалуйста примите к сведению что мы потом ответим на вопросы поэтому старайтесь не загружать вопрос о чем из Казахстана и у нас связь конечно немножко вот поэтому так в плане подготовки то есть мы и назначаем если мы говорим про назначение прогестерона то мы до этого разговаривали про подготовку к беременности чаще всего прогестерон у нас назначается именно в во время беременности то есть бывают имплантационные кровотечение на сроке 5-6 недель которые путают думают что это прорывные какие-то кровотечение естественно женщина боится чаще всего это беременность очень желанная и женщине в большинстве своем то есть и в большинстве это уже, что будет в стационаре. По поводу... Я хотела... ...какой... ...когда... ...за этого зависит бюджет потом в больнице, то есть чем больше было загружено, больше... ...то есть это тоже... ...когда нужно было... ...по поводу привычного невынашивания, да. Женщины, если рожают... ...если спонтанные выкидыши происходят 3 и более раза, то мы, конечно, учитываем этот фактор и контролируем это, но чаще всего прогестерон у нас назначается не просто на привычное невынашивание. Любые кровотечения, ранние сроки, до 22 недель эти пациенты идут на прогестеронию. Какие-то изменения шейки матки, якобы укорочения, якобы цены, которые не подтверждены, идут на прогестеронию. Причем сейчас, в последние годы актуально продвигается тема натурального прогестерона, что якобы тот прогестерон, он был пластический, а сейчас вот натуральный. Но хочется отметить, что любой прогестерон, который не вырабатывается организмом женщины, это экзогенный прогестерон. Экзогенный, и это или полусинтетический, или синтетический, но это не натуральный. То есть полусинтетический. Совершенно верно. А тот, что якобы вот эти фитостерологи и камьянцы, которые представляют, это даже не гормоны. Это имеет отношение к прогестеронам, поэтому это тоже как бы туфта. Значит, но, если говорить в целом, вот вы хорошо правильно подняли вопрос, и если говорить в целом, самые важные три показания, больше практически никаких не существует применения прогестерона в акушельсах, это спонтанные привычные выкидыши. И вы правильно сказали, три и больше потерь на ранних сроках. Однако, мы же должны понять, что потери могут быть не из-за того, что есть вот эта как раз прогестеронная недостаточность, а есть анатомические дефекты матки, которые в половине случая могут сопровождаться спонтанными потерями беременности на ранних сроках. Есть ряд других, есть хромосомные поломки, генетические поломки. Да, да. Да. Я консультировала, например, недавно женщину, которая мне говорит, что у ее мамы все плоды мальчики погибали. Самое интересное, что она родила двух девочек, но мальчики плоды погибали. И практически тут ясно, никто ей не следовал на киотип, генетип, но ясно это говорит о том, что это действительно где-то поломка на генетическом уровне и искать... Нет, сцепленная, видимо, какая-то поломка идет, да. Именно сцепленная поломка. Мы можем определить кариотип и посмотреть вот этот упор на сон. которые могут быть связаны. Их один... И более разный. Да. То есть мы условно... Что это... Ну... Второе, мы потом поговорим чуть больше, второе... Это... Это... Что... Это... Это... Потому что... Если... Если не следственный, да. Это... Это... Вот прекратить... Или даже не... И третий у нас причина, это короткая шейка Макси, которая... Вы видите сообщение о том, что зависает сильно, опять вы зависаете, Елена Петровна. Как вы меня слышите? Я слышу что? Я с эхом, но слышу. Другую комнату. Минутку. Я перейду поближе к рутеру, попробуем там сесть и поработать там. Такое часто бывает, к сожалению. Вот попробуем сесть. Да. Вот, здесь лучше, не так зависает. Алло. Напишите, пожалуйста, как вы видите. Потому что я сижу как раз уже возле, где есть этот, ну, интернет-коробочка. Напишите, пожалуйста, как вам качество. Качество очень другое. Ну, я вас отлично слышу, я вас, да, пока лучше. Хорошо, давайте будем продолжать. Как будет, так будет. Вот, может, запись получится хорошая, потому что у меня перерыва нет, и запись иногда получается как раз вполне нормальная, поэтому запись я сохранила, уже первая часть на страничке, потом мы все соединим вместе и поставим как один. Так, ну, я не знаю, я пользуюсь. Хорошо, мы поняли. Мы постараемся закончить эфир на такой связи. И, пожалуйста, не пишите, а то очень сильно зависает, вы видите. Не пишите, пожалуйста. Да, в принципе, я могу зависать с вашей стороны, потому что если интернет слабее у вас, то, конечно, я могу зависать больше у вас, если смотрят в Казахстану, например, из этого региона, да. Значит, у нас еще есть еще полчаса времени, мы продолжим тему. Вот, смотрите, мы говорили, что есть три только показания. Первое – это спонтанные потери беременности, ну, спонтанные выкидыши, да, когда три и больше потерь на ранних сроках. И здесь эффективность не стопроцентная. Здесь эффективность не настолько такая большая, чтобы, ну, как говорится, чтобы обязательно выносить. И, опять же, мы должны устранить серьезные… Здесь нужно отметить, что если спонтанные потери беременности были связаны именно в какой-то мере с прогестероновой недостаточностью, то у вас будет эффект от приема прогестерона. Но если, вот как в предыдущий раз Елена Петровна выше сказала, если это не связано с прогестероновой недостаточностью, если это было на фоне каких-то генетических аномалий, патологии, того же естественного отбора, то это никак не скажется, а прием прогестерона никак не повлияет на течение вашей следующей беременности. Да. Второй пункт – это поддержка эко. И здесь я хочу сказать, что не нужно комбинировать 2-3 прогестероновых препарата. Это очень важно. Самый эффективный, оказалось, это препараты влагалищные. Вот. Потому что это непосредственно воздействует на эндометрию и на матку, и на шейку через влагалище, минуя печень, потому что таблетированные формы казались не таким эффективными. Почему? Они должны усвоиться через удочный кишечный тракт, пройти через печень, там они не активируются, больше их часть, и только потом через кровь это доносится к матке. Это очень длительный путь усвоения прогестерона. И оказалось, что таблетированные формы в качестве поддержки после эко… Это идентичных ниже, нежели вагинальные. Совершенно верно. Пробовали первое эко, если рассматривать даже историю, и потом делали инъекции. Но инъекции, они очень болезненные. И это нужно, скажем, за границей инъекции должна делать медсестра или человек, который умеет делать, ну то есть просто так вот дома женщина инъекции себе делать не будет. И оказалось, что хождение женщин в лаборатории или куда-то в клиники для того, чтобы делать эти инъекции, это лишний стресс, это постоянно нужно ходить, 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 да? Поэтому это, ну как бы сейчас редко применяют, очень редко. У нас не применяется данный метод, у нас чаще всего это таблетированная форма, вы знаете, известный сантехнический ракетрон, 4 таблетки, потом каждые 8 часа по одной таблетке. Кстати, никаких ударных доз тоже нет в этом, то есть если назначают, например, 400 миллиграмм, да, сколько назначают даже влагалищного. Есть много споров, но оптимальные вот рекомендации – это от 200 до 600 в день. То есть получается или одну, пробовали назначать 100, оказалось маловато, перешли на 200, да. Перешли на 200, 200, 600 – это оптимальная доза, не надо там тысячи, не надо какие-то сумасшедшие. Поэтому это то, что назначают. Теперь еще важный момент. Вот это мифы об отмене прогестерона. Настолько мифов, что там ребенок, что это будет выкид, что будет еще, какие схемы. Нигде в мире нет схем отмены прогестерона. Прекратили – и все. То есть прекратили – и все. Не надо понижать. Это не стероидные препараты типа дексаметазона, которые… Откуда этот миф пришел, кстати? Это и только советский миф. Потому что когда назначали именно стероидные препараты, глюкокортикоиды, при тяжелых косматических… Снижали постепенно, да. Совершенно верно. И она так и осталась, это постепенно. Это другой препарат, другие заболевания и так дальше. Поскольку прогестерон тоже стероидный препарат, почему-то вдруг начали придумывать, что нужно понижать медленно. Приписывать, да. Да. После отмены прогестерона может быть незначительно кровянистого деления. Это, кстати, свящается частью при влагалищных формах, то есть может быть. Но это не значит, что это выкидыш, что это плохо, что тут нужно опять садиться снова на прогестерон, потому что идет, ну как бы, угроза якобы потери беременности. Кстати, нигде в мире нет диагноза угрозы потери беременности. Угрожающий аборт. Угрожающий аборт. Да. Это единственный диагноз, словом, угрожающий угроза. И он проявляется выделениями, кровянистыми выделениями, болью. Или тем, или тем, в общем, да. Но самое интересное, что действительно у нас его не лечат, потому что откуда мы знаем, какого ребенка носит эта женщина. То есть это здоровый ребенок, плохой ребенок. Дыма без огня не бывает. Я говорю всегда, дыма без огня не бывает. То есть для этого есть весомые причины, когда природа старается выбросить это плодное яйцо. Я хочу вот как раз вот этот момент отметить, потому что это то, что мне больше всего не нравится, когда женщины сами настаивают. Их можно понять, они малоинформированы. И вот этот страх есть, что они обязательно потеряют ребенка. Недавно у меня была пациентка, которой сохраняли к прогестеронам беременность до, не знаю, там до 25 недель. Но замер плод таким образом на 12 неделе. Вы представьте, сколько месяцев. Она кровит, но настаивает. Естественно, были врачи, которые отказывали ей. Она ходила в другие больницы и дошла до того, что у нее случилась инфекция. Все это дальше распространилось. И она мне говорит, ну как так, почему я не сохранила беременность? На первом скрининге, на 14 неделе она сделала скрининг, и там у нее подозревают пороки множественные. Несмотря на это, женщина сохраняла беременность. И она до сих пор уверена, что это прогестерон, что его нужно пить. Ну, к сожалению. Я, да, я, кстати, вот вы подняли пороки и так далее, что так хорошо. Я вам расскажу свой случай. Да, мы все хотим сохранить беременность. И когда я была молодой, никто не знал, что первые беременности прерываются 50% почти случаев, вторые 24-27%, а третьи уже 1-3%. Поэтому мы и ставим повторные, спонтанные выкидыши после... После беременности потерь. Да. Потому что это уже маленький процент, он не должен быть уже. Понимаете? То есть, получается, уже нужно искать причину. Но вот когда я забеременела, и история моя очень как бы драматичная. Я бы сказала, мне повезло в том плане, что меня выкинули и позволили потом иметь детей. Вот тоже упрямую я учусь в институте, второй курс. Вышла замуж, планируя беременность. Конечно же, желанная беременность залетела, как говорится, сразу, без проблем. Как раз попала на Чернобыль или как, не знаю. Но фактор, что у меня начинает кровить. Кровить, 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 кровить. И я, значит, спрашиваю своего врача, которому очень доверяла, и я ее всегда уважалась. Говорю, если что-то вот сохранить, сохранить. Она говорит, я не знаю, нам тут... Мы ничего не назначаем, ничего не хочу... Но, говорит, нам с Венгрии был такой указ сверху, использует Туринал, значит, поддерживали венгерскую ГДО. И, значит, всем подряд вот Туринал. Она говорит, я не знаю, мы этот препарат не знаем, я бы тебе не рекомендовала. Я говорю, давайте сюда этот препарат. Давайте мне Туринал, это синтетический прогестерон, давайте мне Туринал, потому что я хочу спасти беременность. Она говорит, послушай, это что-то не то, это ненормально, давай мы не будем с этим, давай пусть выйдет. Нет, я хочу. Вот я упрямый человек, я хочу быть мамой. Я буду носить, пока носится. Я лежала в домашних условиях, я там в институт не ходила, а я принимала, значит, Туринал, и фактически живот рос, живот начал расти. Кровотечения то есть, то нет, то нет, то нет, то есть кровит, не кровит, кровит, не ревит, кровит, не ревит. Значит, стационарий один раз лежала, ну, буквально пару дней, потом меня выписали. Значит, 22 недели у меня начинаются схватки в природах, у меня начинаются роды. Обалдеть. 22 недели. Я, конечно, не хочу ехать в обычный роддом, я еду там, где, значит, за 80 километров, сколько, где этот врач мой, которому я доверяю, и я звоню ей, что я выезжаю автобусом, мама меня сопровождает, мне кровит, схватки прямо так, что меня, ну, это, знаете, как вот нож, чтобы в живот всадил. Нет, я упрямо еду туда. Вот молодая, зеленая. Прямо леменность сохранили, теперь упрямо будете рожать там, где хотите. Да, и, собственно говоря, только доверяла этому врачу. Хотя она мне говорит, Лена, ну не растет, что-то нет, УЗИ не было, УЗИ не было тогда. У меня была первая УЗИ на 24 недели как раз назначена, а мне 22 недели это все началось. И вот, вы представляете, она говорит, не зря, давай мы все это, давай мы, нет, я вот, сколько она мне говорила, что человек с опытом, врач, который говорит, вот это нехорошо, что-то не то, матка меньших размеров, чем обычно, но растет. Оказалось, что это пузырный занос, причем, ну, когда я уже рожала, значит, скорая приехала прямо на автозаправочный, да, тут на автовокзал, меня тоже в скорую, я потеряла создание, уже очнулась на кресле, то есть после, когда уже все сделали. Оказалось, что это было, вот как в росте винограда, значит, это был пузырный занос. Пузырь, мало того, что он пророс в матку и встала вопрос о сохранении моей матки, но поскольку врач у меня супер, она сказала, я постаралась себе вычистить, по возможности, возможно, придется еще раз чистить, мы посмотрим. Дала мне, значит, эти стеклышка, а я, просыпаясь от наркоза, говорю, ну, что там у меня, гребеночек, ребенок умер 12 недель. И с 12 до 22 я носила вот эту опухоль, которая разрастала и прорастала матку и все прочее. И она мне говорит, тебе срочно нужно онкодиспансер, потому что у тебя может быть хорионапителиом, очень страшно, злокачественное заболевание, пусть посмотрят все стеклышки. И, возможно, тебе придется что-то делать, а я говорю, а когда можно готовить беременность? И через полгода нет, говорит, тут придется ждать, возможно, год-два. Я не знаю, потому что об этой болезни знали очень много. Вот упрямая вот эта, туринал, 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 да, вот это то, что как дюфастон, он очень сильный препарат. А мало того, туринал почему начали отменять и запретили продавать даже, ну, как бы не то, что запресили, отказались от многих стран. Он вызывает пороги развития. Прогестерон вызывает синтетические пороги развития. Об этом никто не хочет говорить. И, вот, это, к сожалению, должны говорить, потому что есть масса-масса данных, масса. Но хитрые некоторые специалисты говорят, ну, эта информация не совсем достоверная. Но факт такой, что вот я описала эту историю в своей книге «Девять месяцев счастья» первое издание, но я попала в онкодиспансер, где мне пришлось принимать два курса химиотерапии из четырех. В частности, анализы все пришли в норму, и мы решили, что мы подождем, не будем принимать. То есть вы можете представить, 21 год попасть в онкодиспансер, где тебе говорят, что ты можешь потерять эту матку в любое время, свою жизнь потерять, что ты вообще можешь никогда не иметь детей, потому что... Ну, я попала на прекраснейших врачей, которые меня поддерживали, и после этого два года наблюдений, и дальше уже мне разрешили беременеть. То есть я уже сама знала. Мне принесли массу информации, которая только была. В частности, был вот этот метод рексат, его кололи в конских домах, а я не говорю уже об эффектах химиотерапии. Я к тому говорю, что все вот эти попытки упрямства, и я такая же упрямая, они могут закончиться чрезвычайно плачевно для женского здоровья. Поэтому дыма без огня не бывает. Мы не знаем, что мы там носим. И на УЗИ не все видно. На УЗИ на ранних сроках не видно пороки, не видно генетических поломок, но вообще не видно даже, что это может быть трофоблотическая болезнь, серьезная опухоль, которая потом просто, ну как бы из-за которой женщина может умереть. Мы с Еленой Петровной говорим о том, что не нужно необоснованное назначение прогестерона, не потому что мы жестокие, или как-то плохо относимся к беременности, или сохранению беременности всеми путями. Ни в коем случае мы плохо относимся к недоказанным методикам, к методикам, которые могут вызывать тяжелые, серьезные последствия, и методикам, которые ни на чем не обоснованы. Да. Что мы отметим, что препараты прогестерона не дешевые. Они не дешевые. Они совсем не дешевые. Я не знаю, как с доступом это в Европе происходит, или в Канаде, но у нас это не дешевые. Это препарат, и в Америке тоже по рецептам. Хотя я знаю, что появляются компании, которые там можно заказать онлайн, где-то с другой страны, для личного пользования. То есть иногда вот эти все варианты как бы проходят, что люди сами себе покупают различные гормональные препараты. Хотя это тоже строго контролируется, но не всегда. Потому что не всегда проверяется посыл. Не зря существует этот естественный отбор, как бы это жестоко не было. Но, к сожалению, так случается, что беременность не всегда заканчивается родами. Не всегда беременная женщина донашивает. И, как вот Елена Петровна сказала, дыма без огня не бывает. Это не бывает просто так. Это серьезные пороки, несовместимые с жизнью. Это серьезные какие-то заболевания, как трофобластическая болезнь. Да. Что угодно может быть. Поэтому назначение... И самое интересное, что прогестерон раньше входил в токолитики, то есть его применяли для купирования рода, что оказалось неэффективным. Но при кровотечении любые токолитики противопоказаны, потому что они усиливают кровотечение, могут привести еще больше от слойки плаценты, то есть серьезным осложнением. Поэтому мы тоже не злоупотребляем. И вот третий пункт, мы немножко еще у нас есть время поговорим, короткая шейка матки. Короткая шейка матки – это тоже то, чем злоупотребляют, потому что пошли на УЗИ, тяп-ляп измерили, и у вас короткая шейка матки. У вас 3-4 сантиметра – это короткая шейка матки. Значит, давайте мы скажем, что короткая считается шейка матки 2,5 и меньше, то есть 25 миллиметров при правильном влагалищном измерении, влагалищным датчиком. При правильной цервикометрии изначально. Я видела фотографии, что сами же женщины даже, как это так, дугой шейка выведена и измерена вот отсюда, от внешнего датчика. А почему у меня вот шейка… Это специально делается, чтобы запугивать, и как бы должен быть ровненький канал, правильно выведена, но без этих всяких дуг и прочего. То есть должны быть правильно измерены эти самые. Но мы не назначаем всем подряд, у кого, например, короткая шейка матка, это должна быть действительно диагноз истмикоцервикальные недостаточности. Обоснованно. Да, обоснованно. Из-за границы это должна быть хотя бы одна потеря беременности на поздних сроках или преждевременные роды. То есть должен быть факт, что эта женщина потеряла. Конечно, никто не хочет терять первую беременность, правильно? То есть вторую там первую потеряла, значит вторую ясно, что уже не хотят. Но первые тоже боятся потерять. И вот тут как раз наигрывается. Дело в том, что преждевременные роды могут быть ведь по разным причинам. Не обязательно короткой шейкой матки. И когда я анализирую случаи, например, даже вот ко мне обращаются там на консультацию, оказывается, что очень часто упускаются пороки развития. Или, например, у ребенка есть порок развития. Или там приближание плацент, или еще что-то. Если матка выбрасывает, это не значит, что это короткая шейка матки. Шейка может сглаживаться, потому что идут просто роды. Прекращается беременность по каким-то причинам. И поэтому мы не должны спекулировать тем, что у вас короткая шейка матки, поэтому потеряли эту беременность. И значит, вам нужно прогрессировать. В принципе, сложный и умный сам по себе. Почему-то люди думают, что если напичкать его гормонами, витаминами, БАДами, то все будет отлично. Мы будем жить до 100 лет и родим еще 5 здоровых детей. Но это совсем не так. Организм не просто так проводит так называемый скрининг внутри нас самостоятельно. Об этом мы можем не знать. Елена Петровна, я хотела в частности спросить у вас. Вот я вам скидывала ссылку на статью по поводу ФДА, Американская ассоциация, то, что они говорят про Макену, их синтетический прогестерон, что там идет серьезное расследование, скандалы по этому поводу. Что вы об этом думаете? Насколько это раздуто? И действительно ли это серьезно? Потому что я читала статьи некоторых акушер-гинекологов, которые считают, что нужно продолжать в таких же больших дозировках назначение синтетического прогестерона. Они там его делают, инъекционно, как я поняла. Но есть категория врачей, которая отдельно от них отгруппировалась и считает, что все, нужно это отменять. Нет, собственно говоря, врачи, которые поддерживают большие дозы единицы. На самом деле большинство врачей, даже если смотреть наши канадские, мы до сих пор, я смотрю, многие врачи не приняли факт, что при короткой шейке матки можно назначать прогестерон. Почему? Во-первых, не было четких доз, а сколько, когда, как, какие виды прогестерона. Понимаете? Поэтому тут тоже было много спорок. Были споры, потому что были статьи, даже я вот, когда посыдела, значит, одни, там, два крупных исследования говорят, это неэффективно. А другие крупные исследования говорят, ну, повышает при сникоцерика, но это эффективно. Потом после этого идет еще одна крупная, говорят, нет, неэффективно. Потом опять эффективно. То есть, что мы имеем? Мы имеем волны, когда мы толком даже не знаем, а действительно этот прогестерон работает или нет. Не забываем, что много исследований спонсируется компаниями. Не обязательно прямую, например, я работаю в этой сфере, потому что я знаю, как деньги отмываются, то есть, это есть институт, например, Research Institute, например, при учреждении, туда направляются деньги, или National Institute of Research, туда направляются деньги компании, и они переправляют деньги в учреждение уже как от Research Institute, получается, это деньги на исследование, понимаете? То есть, но в реальности, значит, это все равно деньги, которые поступили через третьего, через посредника от производителя. Поэтому многие, многие, и я просто вижу, что происходит сейчас, ну, как бы в медицине, и как много, даже вот это витамин D, который направо-налево как спонсируется, витамин, вот и производитель витамина D. Это в Казахстане у нас сейчас самая обсуждаемая тема, и там и на встречании. Хочу рассказать на эту тему очень хорошую, или книгу, или даже, то есть, вот эти все мифы, как создавались они, тот же витамин С, как Нобелевский лауреат на всех влияние имел, и потому что он боялся смерти, и принимал тон. Мы с вами об одном и том же. Да, и поэтому я к тому, что вот то, что сейчас происходит с прогестероном, собственно говоря, действительно, его некуда, ну, пичкать, его некуда прилепить. Его некуда прилепить, понимаете? Поэтому его старались прилепить, но там не работает, там не работает, там не работает. При этом еще прогестерон, если читать инструкции, значит, он связан с раком молочной железы, он ассоциируется, там написано, даже в инструкции производителей, почему-то многие не читают в инструкции производителей. Читают только бумажки, то не читают, но прогестерон имеет этиологию, то есть этиология рака молочной железы связана с прогестероном. Вот, и в этом пишут производители. Серьезно, где говорится, что прогестерон синтетический может быть таким пусковым механизм гистационного диабета, а далее... Совершенно верно, да, и многие других проблем, и не забываем, почему я говорю, что прогестерон, я уважаю этот, ну, как бы, гормон, он для меня, он вообще обладает уникальными способами, он может, он может ведь соединяться любым, то есть замещать любой стероидный гормон, он может соединяться со всеми рецепторами, и фактически он может иметь как андрогенное действие, так и противоандрогенное, как эстрогенное действие, так и противоастрогенное. Он уникальный, и, собственно говоря, вот эта пропорция, когда он становится врагом, когда он становится, ну, помощником, или он матрица, он как бог, я считаю, знаете, где мы не понимаем, как он действует. И вот буквально недавно у меня был пост как раз, что, значит, специалисты считают даже, что усвоение прогестерона у людей не изучено, том уровне, который должно быть изучено. Да, потому что, оказывается, мы все смотрели как у коров, да как у овец, и как у мышей, а там совершенно по-другому. И поэтому прогестерон, он может сыграть злую шутку, то есть он может заблокировать. Почему, например, доказано, что большие дозы прогестерона и эстрогена после ЭКО ухудшают исход, например, ЭКО, потому что блокируются рецепторы, блокируются рецепторы том же плодное яйцо и вообще блюцерецепторы, да, и это плодное яйцо не может вырабатывать свои, значит, эстрогены и прогестерон. Мало того, он не может усваивать никаких гормонов, чтобы заблокировали рецепторы. Поэтому действительно большие дозы эстрогена и прогестерона ухудшают. У нас осталось буквально пару минут, мы можем пройтись по вопросам. Вы можете выбрать любой вопрос, да, их тут много. Я хочу подвести итоги, Елена Петровна. Есть три конкретные ситуации, когда мы назначаем прогестерон. Это привычное невынашивание, три боли потери, и с учетом, можно сделать заметочку, когда они были связаны с недостаточностью прогестерона. Это экоиндуцированная беременность, где не нужно назначать вагинальный и перос прогестерон. И третий момент, это короткая шейка матки, которая правильно диагностирована. Это будет звучать не коротко, это правильный диагноз будет истмико-цервикальная недостаточность. Истмико-цервикальная недостаточность, да. Да. Где цервикометрия проведена по всем стандартам, правильно, и диагностирована. И в динамике, и в динамике. То есть мы должны проверить, что это не ошибка. Да. Теперь по вопросам. Да, вопросы. Вы можете выбрать любой вопрос. Я посмотрю, что у нас. Так, что тут у нас? Здесь есть вопросы? Вот тоже. Желтое тело в начале беременности 41, миллиметр, говорят, киста, ну, может быть, литтеома, это норма, советует прогестерон. Конечно, мы не назначаем в таких случаях прогестерон. Да, то есть, нет, мы не назначаем прогестерон, и можно спокойно носить беременность дальше. Вот мы, вы об этом тоже говорили, добрый день, скажите, пожалуйста, если иногда вторая фаза длится неделю, причина недостаточности в прогестероне? Нам нужно быть, да, может быть, действительно, что если вторая фаза меньше 9-10 дней, то это может быть прогестеронная недостаточность. Тут нужно ее правильно как бы поставить, то есть убедиться, что есть эволюция, можно измерять уровень прогестерона, и в таких случаях действительно назначение прогестерона, особенно в ходе планирования беременности, может быть необходимым, то есть для того, чтобы женщина могла забеременеть и чтобы произошла удачная имплантация. Здесь схожий вопрос, врач сказал, что фолликулярная киста возникает на фоне нехватки прогестерона. Мы говорили, Елена Петровна останавливалась. Нет, нет, кисти функциональные никакого отношения не имеют. Это не имеет отношения к этому. Мы говорили про второй вопрос, нет, мы это не обсуждали. Так, не по теме вопросы здесь есть. Вот даже после чисток мы не назначаем никаких прогестеронов. Еще раз повторим, в первой части мы говорили, что прогестерон не наращивает эндометрию, не улучшает толщину. Он делает, прекращается рост эндометрия и пролиферативная фаза переходит в секреторную. То есть он делает секреторным эндометрию, это немножко другое. Так, два вы... Вот интересный вопрос, я обязательно лечу. Два вы идти даже через... Планирую беременность. Анти-ХГЧ положительные. Нигде в мире не определяют анти-ХГЧ. Мало того, возьмите, пожалуйста, почитайте книгу «Малыш-то спорок». Я объясняю, что такое антитела к ХГЧ. Потому что антитела к ХГЧ это часто показатель, что была дефектная беременность, было дефектное зачатие. Поэтому и был дефектный ХГЧ, на который выработались антитела. Но мы нигде в мире, мы не назначаем. И метипред, а при чем здесь метипред? Какое отношение имеет метипред для наступления беременности? Я сразу вам рекомендую менять этого вруча, сразу же. Читайте книгу «Малыш-то спорок». И, конечно же, метипред, это стероидный препарат, мы его не назначаем при таких ситуациях. Трое удачных родов, четвертое замершее. Планируем еще пить пифастон. Трое удачных родов, ну, честное слово. Мы только что договорили, что не показано. Вообще, прогестерон мы отменяем, значит, даже при привычном невыношении, седьмая, восьмая неделя, то есть мы отменяем прогестерон, все, точка. При шейке матки мы назначаем от приблизительно шестнадцатой недели, разные рекомендации, шестнадцатая неделя по тридцать шестую, некоторые тридцать четвертая неделя. Да, и спрашивают часто, как долго мониторить шейку матки, а в Канаде это тридцать две недели и точка, то есть до тридцати двух недель мониторят шейку матки. Гиперплазия, эндомитрия, предменопауза, назначили дефастон шестнадцатого дня, это ошибочно? Ну, дело в том, что дефастон шестнадцатый, причём тут с шестнадцатого дня, значит, если нарастает эндомитрия, он нарастает с первого дня за счёт высоких уровней эстрогена, что бывает, вот это различие диспропорции между эстрогенами и прогестероном в предменопаузе. Поэтому тут если назначать, то на целый цикл, можно назначать на целый цикл, можно назначать другие препараты, но не обязательно дефастон, есть ряд других. То есть тут дело не в дефастоне как-то таковом. Боли внизу живота сильные назначили утражесан. Елена Петровна выложит у себя обязательно этот эфир, если получится. Да, вы послушайте, пожалуйста. Послушайте повторно, в каких случаях. Ну, смотрите, вот интересно, нужно отменять клексан при гемотоме, хотя не тема не по клексану. Во-первых, мы его не назначаем ни в ходе планирования березни, ни на ранних сроках беременность клексан, потому что по генам тромбофилии мы не ставим это. Мы назначаем для профилактики тромбоза. Но если есть гемотома, тем более, какой клексан? Вы же можете истечь кровью при этих отслойках и прочее. Поэтому, пожалуйста, посмотрите вебинар о густой крови, чтобы не быть жертвой такого отношения. То есть это, конечно, абсурд. Я вижу уже треть вопрос, Елена Петровна, про то, что при болях внизу живота на четвертых, ну, на ранних сроках назначают прогестерон. Не назначаем никакие мы при болях. Мы можем назначить обезболивающие, но в реальности при болях от чего болит. То есть если серьезно болит, может, просто идет уже как бы выкидыш или что. Нужно уточнять. Или это что? Это не беременность. Вот. Я не могу понять. О гиперплазиях и прочем. Посмотрите, есть две книги. Это все гормоны, где масса вот это как раз о прогестероне, в частности гинекологии и в кушерстве. И есть книга «Девять месяцев счастья» тоже там. И есть видео. Боже, сколько видео, сколько статей, сколько публикаций. То есть на самом деле о прогестероне. Вот если доктор нашла меня и изучила мои посты, изучила публикации, изучила иностранные, международные публикации, и пришла к выводу, что я говорю правду, и мы сейчас поэтому и делаем этот эфир, чтобы больше людей узнало, больше врачей узнало, чтобы в конце концов шли в ногу с современной медициной. А это говорит о том, что материала действительно очень много. Не поленитесь, найдите, посмотрите. Как для профессионалов, так и для обывателей. Совершенно верно. Вы можете в свободном доступе. Это абсолютно бесплатно. Есть доступ ко всему. У Елены Петровны в книгах есть прям вопросы на самые актуальные темы. Спрашивайте, спрашивайте, с какого вы города? Ну, у меня гость из Казахстана. Я из города Алматы. Алматы. Это у нас южная столица. Я напишу вам. Спасибо огромное вам за эфир. Спасибо вам за уделенное время. Время очень ценно, особенно ваше время. Я вам очень благодарна, что вы поддержали меня, что вы согласились со мной об этом поговорить. Я вам очень благодарна. Вот самое главное, что я люблю ученых, это всегда открытость. Они всегда готовы помочь, всегда готовы рассказать, если необходимо. Я очень ценю. Спасибо вам большое. Я надеюсь, мы когда-нибудь с вами увидимся в Казахстане, когда эта история с коронавирусом закончится. Ну, планировалась моя поездка в Казахстан, но, к сожалению, в сентябре, но пока что мы это все отменили, потому что ничего мы не знаем. Я буду ждать ваши семинары, обязательно буду на них присутствовать и познакомлюсь, надеюсь, с вами лично. Я очень рада, что у нас в мире есть такие врачи, которые русскоговорящие, объясняют огромной аудитории, потому что постсоветская пространство – это огромная аудитория, рассказывают о международных стандартах, о современном акушерстве. Спасибо вам большое. Я думаю, каждая женщина у вас на странице, на вашем сайте, в ваших книгах что-то найдет для себя полезное, важное. Все, что вы здесь спрашиваете сейчас, поверьте мне, эти все вопросы отвечены подробно на сайте Елены Петровны. Я надеюсь, мы еще не раз будем сотрудничать. Спасибо вам большое за этот прямой эфир. Спасибо за то, что вы уделяете столько времени здоровью женщин, но в то же время и просвещаете врачей. Это очень большой, сложный труд. Спасибо вам большое. Вам тоже спасибо, что вы молодая, упрямая, прогрессивная, как говорится, не боитесь идти против системы, которая, к сожалению, запрогастеронованная, то есть уже законсервированная прогастерония, понимаете? Поэтому, к сожалению, да. То есть есть прогастероновая нация. И пока женщины сами не начнут понимать и менять вот этот менталитет, отношение к себе и понимать, что прислушиваться, смотреть, как в других странах, как их друзья, знакомые и прочее, они просто на месте, где все жуют прогастерон, то мы не изменим. И, конечно, хотелось бы, чтобы было больше таких врачей, как вы, потому что это как раз вот то ядро, которое движет этот свет, это лучший, как говорится, луч света в темном царстве. Поэтому не так просто, особенно воспринимая критику и все прочее, когда тебя поливают грязи и прочим, не так просто противостоять этому царству прогастероновой нации. Но я рада, что появляются врачи. И действительно, я всем обращаюсь к коллегам, которые будут смотреть мое видео вне наш эфир, и которые фактически слышали. Если вы считаете себя прогрессивным, если вы действительно понимаете, что идет колоссальный перегиб злоупотребления прогастероном, присоединяйтесь, будем делать общие видео. Мы, кстати, сделали с рядом коллег общие видео о прогастероне, есть на YouTube о злоупотреблении. Присоединяйтесь, и мы будем двигаться дальше, несмотря ни на что. Мы будем объяснять людям, что, как, когда. И поймите, мы не против прогастерона. Мы не против. Мы против злоупотребления прогастерона. Мы против необоснованного значения прогастерона. Поэтому здесь нужно серьезно, серьезно, серьезно объяснять людям, что так не должно быть. Потому что это гормон, это серьезнейший гормон, стероидный препарат, лекарство, которое имеет много побочных эффектов и также ассоциируется. Это канцероген, кстати, поэтому может ассоциироваться с раком. Все, на этом мы заканчиваем. Всем большое спасибо. Эфир я сохраню, мы потом его вместе сложим и поставим как бы одним постом. Все, счастливо вам. До свидания. Спасибо. До свидания, Елена Петровна. Спасибо. До свидания.